СТАРТ КОРАБЛЯ Одним из интересных экспериментов, который мы будем выполнять, когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, это медицинский эксперимент, который направлен на изучение влияния факторов космического полета на организм человека. В этом эксперименте мы будем выполнять ультразвуковое исследование практически всех внутренних органов. Дублирующий экипаж в составе командира Александра Скворцова, бортинженера Луки Парментано из Италии и бортинженера из США Эндрю Моргана должен полететь к своим коллегам на МКС 6 июля. Кстати, Александр Скворцов пообещал захватить что-нибудь для Алексея Овчинина, если тот, конечно же, попросит. Контрабанда это считаться не будет. В космосе только так. Взаимовыручка и юмор помогают справиться с тяжелыми условиями быта. Ну а сейчас предлагаю посмотреть, из чего же состоит корабль «Союз МС-12». Кстати, его вместе с ракетой носителем установили на стартовый стол. Сейчас идут последние проверки. Три ступени с топливом. Вот они. Первая, вторая и третья. А вот и сам корабль «МС-12», в котором и разместится экипаж. Поднять такую махину должны мощные двигатели. Питать их будут 276 тонн топлива. Из них больше 90 — это кислород. Еще 78 — керосины. Чуть больше 7 тонн — перекись водорода. Такой огненной мощи вполне хватит, чтобы вывести на орбиту 50-метровую ракету. Если все пойдет в штатном режиме, то через две минуты после старта отстыкуется двигатель системы аварийного спасения. Почти сразу же отделится и первая ступень. На четвертой минуте полета корабль останется без второй ступени, на восьмой и без третьей. После шести часов полета он должен пристыковаться к Международной космической станции. А там экипаж уже готовится встречать Олег Каноненко, Энн Маккейн и Дэвид Санжак. Они на борту МКС провели уже больше ста дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова